Накануне открытия футбольного сезона, министр физической культуры и спорта края Игорь Лавров совместно с региональными депутатами решили лично осмотреть стадион «Динамо», где и пройдёт встреча, оценить, готов ли он к приёму гостей и болельщиков, а также обсудили с руководством клуба перспективы дальнейшего развития команды. «Динамо ГТС» Тогда за встречей наблюдал глава Ставрополья Владимир Владимиров. Именно по его инициативе в Краевой Центр начали возвращать большой футбол. В команду уже вложено порядка 8 миллионов рублей. Поддержка со стороны краевых властей продолжится и в дальнейшем. «Для нас очень важно, чтобы команда существовала, чтобы также наши любимые зрители приходили, болели за свою родную команду и, естественно, наши дети играют в ней». «Это замечательно, что мы сегодня открываем сезон. Замечательно, что у нас всё-таки будет играть наша футбольная команда «Динамо Ставрополь» в центре города Ставрополь, на стадионе «Динамо Ставрополь». «Это, наверное, всё-таки ключевые моменты. Это говорит о необходимости сегодня развития нашего клубного футбола, нашего клуба «Динамо Ставрополь». Сейчас на команду возлагают большие надежды. Задача минимум на сезон – выйти из-под группы. Все предпосылки к этому есть. «Динамовцы» ездили на учебно-тренировочные сборы, провели ряд контрольных матчей. В команде продолжается селекционная работа. «В команде на сегодняшний день заявлено 20 футболистов, 3 вратаря и 17 полевых. Значит, костяк команды остался с прошлого сезона, где-то процентов 70, наверное, ребят, которых я уже и знаю. В процессе работы я с ними поближе познакомился и понял, что с ними можно решать серьёзные задачи. Также мы точечно усилили те позиции, которые именно нуждались в усилении и, естественно, взяли несколько молодых ребят своих с нашей школы училища Олимпийского резерва и с кожаного мяча Павлюченко. То есть на сегодняшний момент 20 футболистов, которые готовы идти в бой. Большая часть игроков – местные Ставропольские. Есть в команде и молодёжь, и уже опытные футболисты. Так, например, защитник Сергей Неживязов. Его имя хорошо известно Ставропольским болельщикам. Ждём с нетерпением завтрашней игры. Открытие будет. Хотим порадовать своих болельщиков. Давно не было футбола в Ставрополе. Ну, приложим максимум усилий, чтобы победить в завтрашней игре. Последняя тренировка перед боем. Уже завтра здесь, на легендарном стадионе «Динамо» Ставропольские «Динамовцы» встретят гостей из Астрахани. Наши ребята настроены серьёзно на победу. Болельщиков ждёт красивая игра. Кира Рогожина, Иван Шаталов, Информбюро.